Коллеги, рядом со мной Владислав Беляев, это участник нашей бизнес-сессии. Здравствуйте. Добрый день. Владислав, давайте поподробнее о чем была сессия, какие интересные вопросы поднимались. Мы обсуждали будущее фудтеха. Эта тема сейчас особенно актуальна в связи с последними событиями. Мы видим, насколько сейчас трудно всем индустриям. И фудтех не исключение, потому что, с одной стороны, фудтех, как молодая достаточная история, требует и инвестиций, в том числе и венчурных инвестиций. А с другой стороны, это достаточно энергоемкое с точки зрения ресурсов и с точки зрения денег производство и не просто запускаемое. Поэтому, мне кажется, это мы обсуждали с другими участниками, что ближайшие полгода будут очень интересны для индустрии, что если проблема, наверное, последних лет это была выбрать необходимую технологию или необходимого партнера на рынке фудтеха, который мог бы тебе предложить что-то новое и что-то интересное, то через полгода, я думаю, мы увидим совершенно другой ландшафт, что выживут сильнейший и как раз будет гораздо проще выбрать и технологию и выбрать партнера, который действительно вот сейчас через эти непростые времена сможет свою идею развить и привести. То есть такой естественный отбор, который происходит в обычное время, гораздо дольше. Сейчас, я думаю, он пройдет гораздо быстрее и мы увидим не просто много технологий, а увидим жизнеспособные технологии в ближайшие годы. Как раз хотел задать вопрос. Например, автоконцерны, когда делают какой-то концепт, всем понятно, что этот концепт не пойдет в серийное производство прямо сейчас и чаще всего компания не зарабатывает на нем, лишь показывает, играет мускулами и говорит, что когда-нибудь, возможно, мы сделаем что-то подобное. Вот фудтех, альтернативное мясо, мясо, которое помогает сделать именно таким, который ты хочешь, идеальные стейки и так далее, это сейчас игра мускулами на то, что мы можем сделать когда-то лет через 50, или все же это прям ближайшее будущее и мы к нему вот прям вот-вот придем? Вот-вот не знаю, но уверен, что это будущее, потому что действительно развитие биотехнологии, оно идет очень быстро, с одной стороны, а с другой стороны мы понимаем, что традиционное производство это серьезная экологическая нагрузка, собственно, на наш весь мир и ресурсы не бесконечны. Поэтому, безусловно, у всех новых именно технологий производства продуктов, там, белка искусственного происхождения, естественно, будущее большое и оно не столь далекое, но, опять же, вопрос упирается в экономику. В тот момент, когда эти технологии станут по себестоимости сопоставимыми стреляционными, вот в тот момент прямо произойдет качественный скачок. Я думаю, что это горизонт лет 10-15. Это замечательно. 10-15 лет не так много, и я все думаю о том, когда же мы можем просто, как мы подписываемся на услуги стриминговых сервисов, подписаться на доставку какого-то в пакетиках вещества, которое позволит нам, захотел и распечатал помидор, захотел и распечатал себе новый стейк или рыбу какую-то. Возможно ли это в ближайшем будущем? На кухне у каждой был такой комбайн. В ближайшем нет, но, с другой стороны, у нас сейчас есть прекрасная альтернатива. Вы понимаете, любая история, она стоит денег. Для вас же важно не то, чтобы у вас на кухне стоял принтер, правда? Вам хочется просто любую еду, условно говоря, в любой момент времени, правда? Это же первичный запрос, а не в том, чтобы у вас стоял большой красивый принтер. Ну, очень хочется, чтобы стоял, конечно, большой красивый принтер. Нет, подождите, вам хочется красивый принтер, это тогда как бы дизайн. Или вам хочется поесть вкусно. Вот тут надо как бы определиться. Если вкусно поесть, то эта возможность и сейчас есть. Получите какую-нибудь подписку от дорогого ресторана и как бы вам будут привозить. Еще раз, вопрос денег. Если говорить серьезно, то массово, конечно, вот до этой технологии пока гораздо дольше. Но мы вас верим. Мы понимаем, что дискуссия идет именно на этот вектор, и рано или поздно мы к этому придем. И надеюсь, конечно, что ваши работы сделают так, что все будет гораздо экологичнее, доступнее конечному покупателю, а главное, мы все будем здоровее. Да, спасибо. Мы постараемся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok